Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якуте. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Республики на 10 мая 2021 года характеризуется наличием 115 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутской столице нашей Родины Республики зафиксировано 65 случаев. Большое количество случаев также продолжает фиксироваться и вызывает вопросы в Мегино-Кангаласском районе, в котором сейчас работает усиленная группа для предотвращения распространения инфекции. Увеличилось количество случаев в Верхневилюйском и Ангинском УЛУЗах. В Вилюйском – 6 случаев, в Ангинском – 5 случаев, в Черопчинском и Нерингринском районах – по 4 случая. Три случая фиксируются в Усть-Алданском районе и по одному случаю фиксируются в Горном, Кабейском и Среднеколымских районах. Сегодня я бы хотела обратиться к жителям районов Республики УЛУЗов и города Якутска. Я прошу обращать ваше внимание на необходимость экстренного обращения в учреждения здравоохранения Республики при всех случаях непосредственно острораспираторных заболеваний. Как уже отвечало Министерство здравоохранения Республики, меняется картина течения самого заболевания, в связи с чем все признаки ОРВИ должны находиться под медицинским наблюдением для того, чтобы не утяжелять в последующем само лечение заболевания. На настоящий момент заболевшие по Республике Саха и Якутия, большое количество у нас на настоящий момент именно тяжелых больных. И, соответственно, нагрузка на санитарную авиацию сегодня увеличилась у нас в разы. За сутки мы также проводим исследования на новую коронавирусную инфекцию. Проведено 1431 исследование. В целом по Республике Саха и Якутия обработано 1 миллион 69 тысяч 454 теста на новую коронавирусную инфекцию. В Республике продолжается вакцинирование населения. В целом поступило за весь период 136 тысяч 84 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проходит во всех учреждениях здравоохранения по мере поступления вакцины. По записи сегодня у нас уже первую вакцину получило 111 тысяч 240 человек. И, соответственно, от общего количества вакцин уже вакцинировано 81,9% населения. Республика также остается в числе тех субъектов Российской Федерации, которые у нас относятся к категории субъектов, в которых достаточно хорошими темпами идет вакцинация. И мы еще раз призываем к вакцинированию от новой коронавирусной инфекции, что позволит, соответственно, и быстрее выработать коллективный иммунитет, в том числе в республике Саха-Якутия. На 10 мая 2021 года активно получают прививку в городе Якутске, Кабяйском, Среднеколымском, Татинском, Хангаласском улусах. Нас не удовлетворяет на настоящий момент темпы вакцинирования с учетом имеющихся вакцине в Ленском, Нюрнгринском, Малек, Минском, Намском и Сунтарских улусах и, соответственно, с руководителем оперативных штабов и руководителем учреждений здравоохранения в данном направлении проведена соответствующая работа. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, в целях предотвращения распространения вируса вчера был подписан указ главы республики Саха-Якутия, на основании которого приостановлена деятельность аттракционов, независимо от того, где они находятся, в парках культуры и отдыха, либо же за их пределами. Готовится и соответствующее решение о приостановлении различного рода организованных мест отдыха детей в виде детских комнат и мест развлечения детей. Основной упор на настоящий момент по картине заболевших на настоящий момент на сугрозу представляют дети. Если исходить из сложившейся ситуации, то в республике мы впервые открыли дополнительные койки для инфекционного стационара именно детского. В связи с этим на настоящий момент готовится решение, и сегодня выйдет решение, и оно будет приниматься по каждому району в отдельности, сегодня выйдет решение о дистанционном обучении детей в школах города Якутска, за исключением тех классов, которые являются выпускными, для которых в соответствии с нормами будет организовано соответствующее безопасное продолжение обучения и подготовка к единым государственным экзаменам и иным итоговым экзаменам. Как вы помните, Министерство просвещения науки и Министерство науки Российской Федерации установило ряд новых правил о сдаче итоговых экзаменов, о которых, естественно, уже родители все знают. Уважаемые жители города Якутска, я обращаю ваше внимание на то, что сегодня внимание к детям должно быть достаточно повышенное. В тяжелом состоянии в детско-инфекционной больнице у нас находятся сегодня двое ребятишек. Они находятся на арене эмоционной поддержки 8 и 11 лет. В связи с этим огромное внимание и, соответственно, ответственность должна возлагаться в том числе и возлагается сегодня на родителей, которые должны обеспечивать безопасность как свою, так и своих детей. Кроме того, указом главы Республики Саха и Кутя в целях стимулирования вакцинации предлагается работодателям включить в коллективные договора правила, по которым за привлечение на вакцинацию и вакцинирование работников два дня отдыха, соответственно, с рамками трудового законодательства. Для крупных оптовых баз предлагается вернуться к графику санитарных уборок с 8 до 12 с закрытием объекта по воскресенье. Соответствующий указ подписан вчера и, соответственно, с сегодняшнего дня он начинает действовать, с чем и начинаются усиливаться и проверки в этом направлении. Кроме того, я напоминаю о тех ограничениях, которые уже действуют на территории Республики Саха и Кутя. Для всех учреждений бюджетной сферы на территории Республики остается действующим удаленный режим работы не менее 50% работников бюджетной сферы. Напоминаю, что на территории Республики, как для тех, кто их организовывает, так и для тех, кто ходит в эти учреждения, приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых учреждений. Соответствующая ответственность предусмотрена действующим законодательством. На настоящий момент подобного рода учреждения, оказывающие услуги по ночным клубам, караоке-залам и аналогичным объектам, уже получали предостережение. Следующий в соответствующем правовом статусе будет поставиться вопрос о приостановке их деятельности. Уважаемые жители Республики Саха и Кутя, я хочу обратить внимание на то, что те организации, которые действуют сегодня, они должны в чётком своём, в своих требованиях соблюдать те правила, которые установлены как указом главы республики, так и соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора на территории Республики Саха и Кутя. Наиболее посещаемыми местами для нас сегодня многих стали туристические базы. Однако необходимо обратить внимание на то, что туристические базы действуют в строгом соответствии с правилами. От 50% наполняемости до изолированного, соответственно, проживания людей в целях того, а также фиксации всех тех, кто на той или иной туристической базе находится. По инцидентам, которые появились в сети интернет на вчера, на 9 мая, по одной из туристических баз на территории Гожида-Якутска, возбуждается административное производство для привлечения, соответственно, к ответственности. Уважаемые жители Республики Саха и Кутя, нам очень бы всем хотелось непосредственно, чтобы ковид ушёл в прошлом году. Для того, чтобы, нам бы очень всем хотелось, для того, чтобы меньше людей болело. К сожалению, непосредственно очень многое зависит и не от нас. Нам главное сегодня, все вместе, соблюдая нормы, побороть эту болезнь. Спасибо.